Всех приветствую! Данное видео является неким вступлением. На данном канале будем с вами совместными усилиями разбирать тиражи тотализатора Мелбет. Также разбирать какие-то отдельные матчи интересные, составлять экспрессы и так далее. В общем делиться мыслями относительно тех или иных событий. Но в основном канал будет посвящен именно разбору событий тотализатора в тех или иных тиражах. Я буду снимать видео по каждому тиражу. Соответственно по каждому событию в тираже буду делать разбор. Разбор будет основываться на статистике. Соответственно каждый разбор по тиражу буду стараться делать максимально заранее, дабы было у нас с вами время обсудить, скажем, выложить какие-то свои мысли относительно того или иного события. Так что комментарии, естественно, приветствуются. В комментариях будем с вами обсуждать, делать какие-то подстраховки, возможно замены. В общем канал создается для обсуждения непосредственно тиражей тотализатора. Почему именно MLBet? В общем отвечу так, что ранее использовал FonBet для сталкнутализатора, но к сожалению FonBet был вынужден прикрыть данный раздел из-за выхода нового закона. Поэтому выбор пал на MLBet по причине того, что довольно удобное приложение, большой джекпот, довольно широкая линия по одиночным ставкам и так далее. То есть все удобно, все интуитивно, понятно. Проблем с вводом-выводом средств нет. Так что, ну, в общем я пользуюсь, у меня претензий. К данной буквальности компании нет никаких, как, собственно, и у моих знакомых, которые также были, так скажем, вынуждены перейти с FonBet на MLBet. Что касается непосредственно самого FonBet, ходят слухи, ну, даже это не слухи, это можно даже, наверное, считать официальным заявлением. В общем, в официальной группе ВКонтакте в разделе «Вопросы и ответы» вопрос относительно джекпота, тотализатора и так далее. То есть данного раздела в целом возникал уже не один раз. И, соответственно, администраторы данной группы, то есть, по сути, официальные лица, представители компании FonBet, отвечают, что раздел тотализатора находится в стадии доработки. Но, к сожалению, они не отвечают, когда он будет вновь запущен, то есть через какое время и так далее. То есть остается только ждать. Мне кажется, они сейчас ищут лазейки в законодательстве. Ну и, в общем, какую-то возможность возобновить организацию тотализатора, так как для них это, в принципе, был довольно лакомый кусок. Поэтому отказываться от проведения тотализатора смысла нет. Да, законам прижали, но я думаю, они найдут выход из ситуации. И рано или поздно раздел кто-то запустит по новой. Ну, а пока будем пользоваться MailBet. В общем, как сказал, джекпот тоже довольно хорош. Пулы тоже также довольно неплохие. Практически, как и на FonBet. Выплаты также аналогичные. То есть нет каких-то заниженных эксцентов там и так далее. То есть рассчитывается все аналогично тотализатору в фоне. То есть с учетом, если, допустим, вы ставите купон с подстраховками, то, соответственно, все ваши подстраховки играют в геометрической прогрессии. Соответственно, зависит от угаданных результатов, распространяясь на более низкие категории. Так, что еще хотел сказать? Кстати, вот момент. Да, хотел предостеречь, так скажем, новых пользователей. Я думаю, старые пользователи, кто уже, так скажем, давно делает ставки на спорт, тотализатор, все уже в курсе. В общем, у всех букмирских компаний есть правила пользования сервисами. Они примерно плюс-минус всех одинаковые, но есть основные, которые довольно нередко нарушаются пользователями и что ведет к блокировке счета и прочим проблемам. То есть основные это использовать достоверные регистрационные данные, то есть свои фамилии, имя, отчество, если просят ввести паспортные данные, указывать паспортные данные свои, использовать для пополнения и вывода только свои карты, свои электронные кошельки, то есть не использовать там карту мамы, сестры, девушки, там и так далее. В общем, всю информацию в личном кабинете заполняем максимально подробно, на 100% правдиво, указывая реальное фамилию и отчество, дату рождения, электронную почту и, ну, то есть всю информацию нужно вводить максимально правдиво. То есть бояться этого не нужно, это опять же может понадобиться и сыграть на руку только вам при возникновении каких-то проблем. Потому что, допустим, при указании недостоверных реализационных данных, допустим, вы прописали, там, вас зовут Иванов Иван Иванович, и вдруг возникает какая-то проблема, если компания просит подтвердить то, что вы являетесь владельцем данного кошелька, данного личного кабинета, попросит вас, допустим, скинуть фотографию паспорта, а зовут вас совершенно иначе, как в паспорте. В личном кабинете вы указали, соответственно, другие данные. То есть восстановить доступ в кабинете уже не получится. То же самое касается электронной почты там и так далее. Что касается использования чужих электронных кошельков, банковских карт, это также может грозить блокировкой счета, но здесь все довольно более серьезно, так как в лучшем случае, если вы подобное совершите, то есть, допустим, пополните счет чужой банковской картой и даже, допустим, успеете сделать какую-то ставку, соответственно, блокмерческая компания может заблокировать вам счет, в лучшем случае вам предложат просто вывести средство с данного счета без возможности дальше пользоваться этим аккаунтом, делать ставки и так далее. В худшем случае счет будет заблокирован без вывода средств. То есть вы можете сделать ставку, ее выиграть, а в итоге вам просто закроют доступ, ссылаясь на внутренние правила компании и, к сожалению, здесь игра только в одни ворота. Тут никто вам уже ничем помочь не сможет ни обращения куда-либо, то есть вам просто везде будет отвечать, что извините, без объяснения причин, либо ссылаясь на то, что вы грубо нарушили внутренние правила пользования сервисом. Так что на эти моменты прошу обратить особо пристанное внимание, не нарушайте основные правила, да и вообще не нарушайте правила таковые пользования сервисом. Еще раз повторюсь, используйте только свои регистрационные данные, свои имя, фамилии, отчества, паспортные данные, если необходимо, пользуйтесь только своими картами, своими электронными кошельками и тогда никаких проблем у вас не возникнет. В ссылках на данный канал и к видео буду стараться прикреплять ссылку на скачивание приложения, на какие-то промокоды, если они будут, соответственно, смотрите, следите, то есть под каждым видео буду по возможности прикреплять ссылки полезные и так далее. Ну, как сказал, соответственно, каждому видео комментарии приветствуйте, давайте обсуждать, разбирать совместными исчериями, я думаю, мы придем к какому-то положительному результату. Так что пока на этом все, друзья. Пока.